Это телерадиоканал Страна ФМ, здесь Влад Кутузов. Валерия Майорова, доброе утро всем и... И сегодня у нас в гостях потрясающий, великолепный, изумительный, обаятельный, интеллигентный, можно бесконечно все это перечислять. Давайте в порядку. Российский фигурист, известный, великий, заслуженный мастер спорта России, олимпийский, чемпион 2002 года, через четырехкратный... Зайкаться начало. Чемпион... Четырехкратный чемпион мира, посланник бренда Гербалайф Алексей Ягудин. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Доброе утро, Алексей. Влад, спасибо огромное за то, что перечислили все мои титулы. Он учил, он старался, он готовился. Ну, огромное спасибо за то, что напомнили, как давно это было. 2002 год. Это тот год, когда случилось чудо и, наконец-то, олимпийская золотая медаль повисла у меня на шее. Спасибо, что напомнили. Не к тому, что время так стремительно бежит. Сейчас уже огромная семья и две собаки, две очаровательные дочки, папы, мамы. Вот оно, настоящее счастье. Леша, обо всем подробнее поговорим и о собаках, и о дочках, и обо всем, и обо всем. Но вот что вы хорошо заметили? 2002 год. А вы как будто не меняетесь. Вы так потрясающе выглядите. Мы не меняемся, потому что мы занимаемся фигурным катанием. Мы занимаемся таким видом спорта, который заставляет тебя быть всегда на холоде. А холод благородно, мне кажется, влияет на мою кожу и на то, как я выгляжу. Это как продукты в холодильнике. Ну, это, кстати, абсолютно правда. Мы сейчас все это видим своими глазами. Друзья, мы хотим сообщить, что у нас прямо сейчас будет викторина, и у нас есть вопросы и потрясающие призы. Победитель получит постер с автографом Алексея Ягудина. Алексей позже к финалу, ближе к этому часу, подпишет. Прямо, да, в прямом эфире, все как положено. Все это, да, вот, пост у нас лежит на столе, можете посмотреть. Плюс замечательный рюкзак и плюс шейкер. Все это достанется кому-то из вас, тому, кто правильно ответит на следующий вопрос. Вопрос, внимание, где Алексей Ягудин предстал в роли президента Российской Федерации? Это правда же, Алексей, был такой момент в вашей судьбе? Был. И как оно? Не говорите, какой только. Был достаточно странный опыт, ну, работы где, я не буду говорить, потому что, надеюсь, ответят правильно люди. Это было в стихах. В стихах? Это же небольшая подсказочка, пожалуйста. Небольшая подсказочка, да. Но я рад, что этот период закончился. Действительно? Лучше оставаться, наверное, фигуристом, спортсменом и отцом двух очаровательных дочек, чем президентом страны. Это очень ответственно. Так, ребята, мы как-то, знаете, так неосновательно к викторине подошли. Давайте, вроде бы, подсказали, но оставили небольшую. Но не сказали, куда писать, вот что интересно. Валерия, давай повтори еще раз вопрос, пожалуйста. Итак, внимание, где Алексей Ягудин предстал в роли президента Российской Федерации? Давайте 15-й правильно ответить. Давайте возьмем 15-го человека, который ответит на этот вопрос, совершенно верно. И пишите нам, пожалуйста, правильные ответы на смс, на ватсап и вайбер. Номер плюс семь, девятьсот девять, пятьсот двадцать пять и один восемьдесят девять и девять. Еще раз напомним, что пятнадцатый правильно ответивший получит эти замечательные фрезы, которые нам показали. Ягод, человек, который хочет получить вот этот красивый постер, у меня такого, кстати, дома нет. И люкзачок симпатичный. А где? Это территориально? Где? Или в каком процессе, я предстал? Ага-га-га, какой вопрос? Между прочим, еще и Шейкер. Про него тоже забыли. Шейкер я уже приметил заранее. Во время эфира как-нибудь его. Мне кажется, все-таки в процессе. Ну что значит территориально? Мало ли, да, мне кажется, этот процесс мог и перемещаться по разным там локациям. Да, тоже подсказка некая. Мог, но небольшая подсказка не стал. Не стал. Слушайте, мы совсем скоро должны будем прерваться, но нужно же спросить, спросить нужно. Конечно. Алексей, вот вы как человек, у которого запланировано все, прям график такой очень насыщенный, вы завтракать-то успеваете или встали, чашку кофе хлопнули и побежали? Это очень важный процесс, потому что как мы день начинаем, собственно, так день и продолжится. Если мы встали, у нас ограничены мы во времени, и, допустим, мы не принимаем душ, не чистим зубы и выходим на улицу, то каким мы, извиняюсь, предстанем для других людей, которых мы будем встречать на улице? Да. Раньше, когда и в спорте был, да и, собственно, и когда спорт закончился, действительно, времени было всегда в обрез, особенно по утрам, потому что я и моя жена, Таня Татьмянина, мы любим, мы такие люди, которые любят поспать подольше, пусть на 5 минут подольше, но эти будут сладкие 5 минут. Поэтому для завтрака мы выбирали только чашку кофе, быстро выпили и убежали. И такая жизнь была, собственно, и в спорте в том числе. Но в спорте все-таки были те люди, которые нас опекали. Это наши тренеры, наши, как бы, диетологи и тренеры, которые следили за нашим физическим развитием. Поэтому там вроде было так достаточно все сбалансировано. Но когда спорт заканчивается, вот эта огромная тяжелая металлическая дверь закрывается ледово, например, дворца, то ты, как маленький ребенок, запущен в эту взрослую жизнь. Где никто не готовит завтрак. Да, и нет Татьяны Анатольевны Тарасовой. Поэтому здесь мы научились уже правильно балансировать и свою жизнь, потому что ты начинаешь, наконец-то, жить после спорта и балансировать свое питание. Поэтому вот те буквально 5-7, 3-5-7 минут, которые мы выделяем для приема пищи с утра, он уже отводится к коктейлю «Формула-1». Да, Алексей, мы хотим рассказать небольшой секрет. Сейчас дело в том, друзья, что буквально через 2-3 минуточки Алексей Ягудин здесь, в нашей студии, приготовит тот самый утренний коктейль, правильно же? Да, и никто не говорит, что кофе нельзя пить. Кофе можно пить, и тем более, если ты такой большой любитель кофе. Но просто нужно сначала дать организму все те витамины, которые тебе понадобятся для того, чтобы пройти 24 часа работы на 100% уровня. Ну, об этом мы еще поговорим. Друзья, 2-3 минуточки перерыв, и мы вернемся. Алексей Ягудин приготовит тот самый коктейль, о котором он сейчас рассказывал. Будем пробовать, да. Будьте здесь, да. Итак, это телерадиоканал «Страна-ФМ-1». На всю страну у нас сейчас такой волнительный момент. Мы не просто узнаем, что такое завтрак чемпиона, мы это попробуем. Алексей Ягудин у нас в гостях. Алексей, ну, скорее, не томите, что у нас здесь находится на столе. Слушайте, какой-то я маленький среди вас, нет? А это каблуки. Это каблуки, но нет коньков. Ну, нет, коньков нет, да. Ну, давайте возвращаться к прекрасному процессу, который называется «завтрак», с чего, собственно, у каждого человека должен начинаться день. Молоко. В нем содержится у нас белок, кальций. Молоко, 250 грамм. Все очень просто. Я думаю, что этот стакан немного больше, чем 250, нет? Ну, не больше 300, это точно совершенно не больше. Меня не страшно. Мужики знают, да, где 250 грамм, где 300. Так, наливаем в миксер. Наливаем. Спокойненько. Оп. Можно и неспокойненько. Я тут, знаете, подстраховала, стал сплетки принесла. На всякий случай, если у нас... Берем протеиновый коктейль «Формула-1». Вот эта основа... Да, Алексей, сколько нужно? Две ложки положить? Три. Три. Три ложечки. Три ложечки. Три ложечки. Три ложечки. Ну, я... Ну, по вкусу. Это же индивидуально. Ну, если честно, я делаю вот две с половиной. Две с половиной и 250 миллилитров молока. Молока. Так, записывайте, ребята, вам это пригодится очень сильно. Потом, поскольку все-таки моя жизнь даже в 38 связана плотно со спортом и с активностями, поэтому я еще добавляю ложечку «Формулу-3». Это белок для того, чтобы у меня были силы. Я правильно понимаю, что все это отлично сочетается между собой, хотя из разных баночек? Конечно. Конечно. А некоторые вот, например, думают, мало ли. Так, мы закрываем или еще? Нет, подождите. Я что делаю еще? Для того, чтобы добавить красок и радости в этот коктейль, можем с легкостью добавить бананчика. И аромат сразу пошел какой-то хороший. Слушай, да, фруктовый аромат. Руками можем, конечно. Руки великого спортсмена. Что мы, не попьем коктейль, что ли? Попьем. Слушай, вот ноги у фигуриста, да, а руки это другое. Давайте сюда. Мне Таня, моя жена, говорит, Леша, говорит, а может ты руками ничего своими не делай? Продолжай делать ногами. Не надо забивать гвоздь, потом не надо вешать картины. Руками? Не очень. Не очень. Не, она говорит, вот говори больше, говори больше и катайся больше. Леша, ну зато смотрите, как у вас получается готовить завтрак. Вы же вот в постели приносите жене любимую. Я очень люблю клубнику. Да, ребят, после банана в ход пошла клубника, значит там плюс ко всему еще молоко и протеин. А это все красиво выглядит, а? Прямо аппетитно так. Ладно, три. Три хватит. Три. Теперь все это закрываем. Закрываем. Так, я закрыл. Держите крепче. Ну, я надеюсь, что да. Так, мы видим, что... Если что, мы подхватим. О, ага, заработало. Ура. Ура. Здесь можно включать Филиппа Киркорова. Нет, мне кажется тут наоборот, что такое ту-ту-ту-ту-ту. А, нет, цвета синего, это явно не синего. Да, 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 да. Зато можно громко разговаривать. Да, что ты говорил? Я не слышу, Алексей, не слышу. И вот так с Татьяной мы просыпаемся утром. А соседи ваши как просыпаются. Мы живем за городом. Хорошо вам. Ой, я так кричу, действительно. Так, главный процесс завершился. Теперь открываем и разливаем. Так, и разливаем под стаканом. Давайте я к себе уже. Слушайте, у меня ногти нарядные. Давайте я тоже продемонстрирую. Ой, как пахнет вкусно вообще прям. Да, ребят, это все иллюзии о том, что это все невкусно, это неправильно. Это все очень вкусно и правильно. Это то же самое я... Нет, не буду сравнивать. Это вы говорите в сравнении с шашлыком-то? Ну... А, кстати, можно сравнить вот по питательности, что если выпиваешь этот стаканчик, получаешь примерно такую же порцию питательных веществ, как если кусочек мяса... Я скажу так. Можно, в принципе, человеку мы не запрещаем ничего. Он может кушать все, что угодно. Но вы представляете, что организму нужны определенные элементы. Нужен баланс. И, например, есть какой-то элемент в свекле. Ну, сколько надо съесть свеклы, чтобы получить... Да, тот минимум элементов, которые нужны твоему организму. А здесь уже все сбалансировано теми элементами, которые в этом разбираются. Ой, какая вкусняшка. Мама, я завтракаю с Алексеем Ягудином. Смотри меня, пожалуйста. Это успех, я считаю. Не надо так сказать. Мама, смотри, я завтракаю с ведущими страны ФМ. Валерией и Владом. Пробуй. Здорово. А что пробовать? Я так уже, собственно, питался. Доброе утро. Ммм, как молочный коктейль. Вот когда вот в детских парках продают молочные коктейли, так вкусно. Вот, кстати, можно еще выпивать коктейль, а вернуться в безоблачное детство. Угу. А твоя жизнь. Да? Держись, тебе еще работать. Алексей, есть несколько вопросов физической... Да. Только не писайся, пожалуйста. Я постараюсь. У нас есть небольшой перерыв, кстати говоря. Прямо сейчас две-три минуточки, друзья. И мы вновь вернемся к вам. У нас в гостях Алексей Ягудин. Ну вот, как мы обещали, мы вернулись, друзья, к вам. Да-да-да, коктейль. Очень вкусненько. Да-да-да. Алексей Ягудин у нас в гостях сегодня. Алексей, доброе утро еще раз. Доброе. Леш, смотрите, какая ситуация, что даже затмил вкус коктейля ваше присутствие в нашей студии. Мы начали не с того, что у нас Алексей Ягудин в студии, а с того, что какой вкусный коктейль. Прям ням-ням. Я так, если честно, стесняюсь, когда вы говорите Алексей Ягудин в студии, потому что я всегда жил, имея одну поговорку в своей голове. Надо проще быть, и люди к тебе потянутся. Мы очень к вам тянемся. Я просто какой-то Алексей Ягудин. Какой-то? Да, какой-то Алексей Ягудин. Какой-то фигурист. И правильные слова прозвучали из твоих уст в самом начале. 2002 год. Друзья, сейчас настолько все поменялось. Алексей, я уже не буду говорить сегодня про 2002 год. У него больная тема возраст. У него день рождения был вчера. Серьезно? Поздравляю. Спасибо большое. Сколько? Не скажет. Но самое главное теперь, когда он выпил коктейль, вот этот вот зарядился всеми витаминами, микроэлементами, он резко похлопил. Давайте вернемся к коктейлю. Мы хотели вот о чем спросить. Это же был утренний коктейль. Мы говорили об утренний. А можно ли его использовать вечером? Вот в чем вопрос. Ну, для вечера есть, собственно, вечерний коктейль. И все становится намного проще. Да, чем он отличается? Знаете, когда ты балансируешь свое расписание, тем более вы ведущий, вы понимаете, что вы работаете в таком режиме, когда ты можешь работать с 10 утра до, я не знаю, до 6 вечера, а можете уходить и в ночь. И ты не понимаешь, что тебе принесет, например, следующая неделя. Да, или просыпаться в 4 утра, например. Вот именно. Ну, это ты про возраст опять свой? Нет, нет. Нет, это нам только с тобой там нужно, да. Я просто веду к тому, что и в фигурном катании, да, это очень мало того, что очень много активностей в жизни происходит, но и я человек достаточно активный. Я люблю пробовать что-то новое в своей жизни. И кино, и театр, и съемки различных передач, и работаем и ведущим тоже на разных проектах. И, безусловно, ты приходишь порой, уставший вечером, проработавший уже где-то часов 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и ты не можешь встать около плиты и готовить. У нас есть, конечно, две очаровательные дочки, да, с ними занимаются наши либо родители, либо нянечка занимаются. Но нянечка не может и за детьми следить, и нам еще что-то готовить. Поэтому зачастую устали, прибегаем домой вечером и понимаем, что рано вставать, времени нет, уставшие, посидеть, надо с собаками еще погулять, поэтому достаточно простая процедура. Такая же ровным счетом это вечерний коктейль в формула 1. Поэтому все, от Гербалайф, и у тебя опять же сбалансировано все. Это, знаете, что это заменяет желание человека по вечерам копаться в холодильнике. Это же нормально, это вот каждый человек так, да, делает по вечерам. Вы, что вы делаете по вечерам? Ой, я по вечерам очень копаюсь в холодильнике, я прям вообще неудержимо там копаюсь. Так, по поводу... Не, особенно когда приходишь домой, вечером открываешь холодильник, так, а чтоб съесть. И вот это начинается, а вот котлетка осталась от кого-то, а здесь капусточка, а вот здесь давай еще запьем этим. И получается, что ты на ночь наедаешься, а это очень нехорошо. А вот, кстати, интересный вопрос, Алексей Ягудин, можешь себе позволить в 12 часов ночи съесть котлетку? Прямо нахомячиться, прям нахомячиться. Прямо прозаичное все, прям вот, да, прийти перед сном. Он Алексея Ягудина, которого вы видите сейчас перед собой, 38-летнего, а у тебя нет, а у меня есть седые виски. А у него нет вообще ничего. Я уже себе не могу позволить насладиться, вернее, не насладиться, а вообще произвести эту процедуру, да, вот как котлета, картошка, вот это все. Потому что у Алексея Ягудина есть уже две дочки, есть семья, очень много работы, и самое главное, что Алексей Ягудин не хочет превратиться в такого тяжелого фигуриста, о котором мы говорили, вот он когда-то в 2002 году. Алексей, прервемся ненадолго, друзья, через пару-тройку минут к вам вернемся вновь от Страна.ФМ. Да, друзья, все абсолютно верно, телерадиоканал Страна.ФМ, доброе утро всем, и Алексей Ягудин у нас сегодня в гостях, Леш, доброе утро еще раз. Леш, вот вы начали рассказывать про то, как полезно пить по вечерам этот коктейль, я к тому, что вот после шести невозможно же не есть, вот ну все время тянет к холодильнику. Да все возможно, главное, чтобы у человека было желание. А коктейль-то можно после шести? А по поводу вечернего коктейля, чем он отличается от утреннего, да, он просто, он такой более нейтральный, это такой же протеиновый коктейль, который можно приготовить за 2-3 минуты. Собственно, процесс приготовления утреннего коктейля Формула-1 от Гербалайф мы только что с вами видели, а вечерний можно сделать уже по своему вкусу, а можно более протеиновым или менее протеиновым. И также еще можно добавлять либо фрукты, либо овощи, то есть его можно уже делать таким более индивидуальным. Ну там любые варианты, которые нравятся просто. Так я прошу прощения, я все свой женский-то вопрос хочу задать. Вот говорят, что... Да после него просто не так хочется кушать, ты насыщаешься. Вот часов в 8 вечера его можно выпить? Конечно. И в 9 можно? Конечно. То есть после шести, если говорят люди не есть, то это не касается коктейля, потому что у них, несмотря на то, что они всеми полезными веществами организма насыщают, калорийность очень низкая. Это как задавать вопрос, а можно на этом велосипеде покататься? Да. После шести. Или в утро можно? Можно. Я всегда спрашиваю. Или в семь или в шесть, потому что... Так, у нас есть ролик? Да, у нас по поводу вечернего коктейля есть как раз специальный ролик прямо сейчас, друзья. Давайте возьмем его и посмотрим. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, как вкусный аппетит это выглядело, а? Это то же самое, что мы делали, в общем, только вечерний. Мне понравилось, что можно мешать абсолютно со всеми фруктными овощами. Там свекла сейчас была, да? То есть если нравится, можно сделать его более фруктовым, а можно сделать его и овощным. Абсолютно верно. Алексей так смотришь все время на меня удивляет. Как можно не знать? Это просто ужин, который вам нужен, Валерия. Просто вы, Валерия, задаете очевидные вопросы. Ну что, очевидные? Я не очевидная. На которые получаете очевидные ответы. Кстати, по поводу вопросов. Я хотел, да, напомнить, где Алексей Ягодин предстал в роли президента Российской Федерации? Такой был вопрос нашей викторины. И пятнадцатый по счету, да, кто пришлет правильный ответ, получит замечательные призы. Во-первых, это потрясающий рюкзак, это шейкер и это... Валерия, покажи, пожалуйста, пальчиком. Пожалуйста, показываем вместе с... Да, вот так вот. Это постер, который Алексей подпишет в финале нашей программы собственной рукой. Вот такие замечательные призы у нас сегодня. Вот у меня еще какой вопрос. Лев, секундочку, плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь один восемьдесят девять и девять. Это номер для ваших правильных, ну и, возможно, неправильных ответов. А я можно свой очередной, очевидный вопрос задам? А вот как вот, если, допустим, у вас такой график плотный, вы же не всегда дома, да, у вас командировки, поезда, самолеты, что отдельный чемодан для миксера? Почему? Можно взять просто шейкер, который сегодня, собственно, и окажется в чьих-то руках. И здесь, если у вас хотя бы есть желание покушать, сбалансировано, да, если немножко сил осталось, или попросите своего какого-то друга. Слушай, дружок, шейкни давай, да. Ты бы сильнее, чем я, да, чуть-чуть немножко размешать. Слушайте, значит, просто очень простое вообще воплощение. Нет безвыходных ситуаций. Самое главное было бы желание вообще следить за собой. А я так скажу, вот уже более двух лет являюсь посланником бренда Гербалайф. И если раньше Татьяна Анатольевна была тем человеком, который меня оберегал и направлял в нужном направлении, то последние несколько лет это Гербалайф, потому что они создают, они привносят в мою жизнь какую-то стабильность и понимание того вообще, что нужно делать для того, чтобы быть, а оставаться сильным и в 38, и в 46, и в 80 и так далее. Как хорошо сказал. Друзья, две-три минуточки, и мы к вам снова вернемся. У нас в гостях Алексей Ягудин. Поехали. Друзья, как обещали, мы к вам вернулись. Телерадиоканал «Страна.ФМ». Доброе утро еще раз всем. И олимпийский чемпион Алексей Ягудин у нас в гостях сегодня. Я не сказал, какого угодно. Не сказал, какого угодно. Спасибо. Умышленно. А мне даже, знаешь, как показалось? Мне показалось, что ты сказал, мы олимпийские чемпионы. Ну, я думаю, влиятельный чемпионс уже. Алексей, хотелось спросить вот о чем. Об участии в проекте «Ледниковый период. Дети», который идет на Первом канале. Как вы себя там чувствуете? Насколько комфортно? Вообще, насколько... Я хотел спросить вот о чем. Насколько работа с детьми отличается от работы со взрослыми? Ну, в общем, вообще интересно все, что происходит там. Ведение ведению рознь. И дети... Ну, я уже отец, да, если был момент, когда мы участвовали во взрослом «Ледниковом периоде», то там была какая-то стабильность. Было некого рода понимание того, как тебе ответят взрослые актеры, театры кино или спортсмены других направлений. То теперь главное действующее лицо этого проекта — это дети. Это абсолютная искренность. Не только в ответах. Неожидаемые ты ответы получаешь. Подстраиваешься под них. И, безусловно, это те эмоции, которые выражают... То есть вся палитра эмоций, которая присуща человеку, она вот там, в этом проекте «Ледниковый период. Дети». И, конечно, безумно жалко расставаться с некоторыми детьми. Но что делать? Это все равно. Это не только телевизионный проект. Это, между прочим, и мини-соревнования. Но основной посыл, наверное, этого проекта состоит в том, чтобы не сделать за какой-то период в три недели, в четыре недели, в пять недель из этого маленького человечка-чемпиона отдать ему понимание того, что действительно можно стать чемпионом. Потому что в этом телевизионном проекте в качестве тренера выступают олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Чтобы у этих молодых спортсменов... Они бы стояли вот так на... Ага, Роман Костомаров, Илья Вербук, они же стали олимпийскими чемпионами, а они мне вот это подсказывают. Просто бы они принимали эту информацию, которая на последующих турнирах помогала им концентрироваться и выигрывать. Какая большая любовь рассказывает. Невероятная теплота у Алексея появилась в эти минуты как раз в глазах. Алексей, я хотел спросить вот о чем. А на ваш профессиональный взгляд, когда вы видите маленьких детишек, видите, как они катаются, вы видите уже, что вот из этого человечка 99% чемпиона олимпийских мира, Европы. А из кого-то не так. То есть он уже... По нему все видно. Вы знаете, практически невозможно. Нет? Когда ребенок постарше уже, ну а 10, 11, 12 лет, то, наверное, да, можно сказать, что даешь 90% того, что этот ребенок может выиграть какой-нибудь крупный турнир. Дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители, Алине Загитовой, олимпийской чемпионкой, чемпионке 15 лет, когда она выиграла буквально месяц назад Олимпиаду Олимпиады Пиханчхани. Два месяца назад. Поэтому все настолько молодеет наш спорт. И говорю, что если ты в пятилетнем, шестилетнем возрасте, то у тебя все может измениться, да. Яркий пример тому, это история моя личная, когда... Я не помню, сколько мне было лет, я тренировался с девочкой, у которой было день рождения в тот же самый год, месяц и день вместе со мной. И она выполняла большую работу, больший объем работы и по качеству, и по объему, нежели я. И говорили, вот, ей пророчили светлое будущее, грубо говоря. Но в последующие годы я показывал результаты, а девочка не смогла. Поэтому вообще любой вид спорта, да, он сложно прогнозируем, и нужно просто ждать и верить. И верить в себя, да. Вот на этой прекрасной ноте мы не завершаем наш эфир, а берем небольшую паузу, друзья, 2-3 минуточки, как всегда, и вернемся к вам. А я хочу сказать, что у нас, наоборот, какая-то любовь царит в студии, потому что о таких прекрасных, важных вещах разговариваем. О своем здоровье. Любовь, Валерия, царит не только в студии, а вообще вокруг нас на планете Земля. Весна, потому что? Нет, потому что мы должны жить и любить. Логично. И работать. А я согласна. Это все верно и правильно есть. Слушайте, давайте все-таки к нашей викторине и подведем итоги. У нас же есть победитель. У нас же появился победитель, да? Появилась, да. Да, мы сейчас скажем, кто Алексей. Да, скажи сразу, кто. Победительницу зовут Елена. Ее номер заканчивается на 9089. И она 15-й по счету правильно прислала ответ. Давай, напоминая вопрос. Да, сейчас я хочу прокомментировать. Алексей Ягудин прямо сейчас в прямом эфире телерадиоканала «Страна ФМ» подписывает постер. Елене. Для Елены специально. Леночка, как же вам повезло. Такого больше нет ни у кого. Это абсолютно эксклюзив. Итак, в 2000, правильный ответ. Нет, в 2008 году Алексей Ягудин сыграл президента Российской Федерации в сатирическом спектакле «Каникулы президента», прошедшем на сцене театра «Сатиры». Ну вот так она, наверное, взяла театр «Сатиры» и каникулы президента. Так оно и было в 2008 году. Призы, конечно, какие получает. Плюс к постеру, подписанному Алексеем. Это замечательный рюкзак. Вот так, я думаю, что его будет видно. И, конечно, еще и шейкер плюс ко всему. Вот такой замечательный комплект сегодняшних подарков. И вот тоже, да, да, да. Ох, как красиво все это. Постер подписан. Суперские подарки. Так, у нас есть несколько вопросов от слушателей. Если вы прям не против, тут спрашивают, каким видом спорта занимаются ваши дети. Младшая, понятно, что занимается не видом спорта, а издевательством над родителями. Это традиционный вид спорта у детей, да. Да, Мишель всего лишь два с половиной годика. Она любительница заходить в Танину гардеробную и мерить ее вещи. Ну, это абсолютно нормально. А старшая Лиза, она занимается и художественной гимнастикой периодически. Она занималась плаванием. В общем, сейчас три-четыре раза в неделю она ходит на спортивные танцы. Так что спорт в жизни моих дочек будет сто процентов. Вот хотел спросить об этом. Вы говорили, что прогнозировать трудно с детьми, но все-таки здесь же еще и гены плюс ко всему во главе ула вообще стоят. Нет. Еще и какие? И здесь, наверное, понимание у родителей того факта, что мы не хотим отдавать наших дочерей вид спорта и вести, и заставлять ради олимпийских медалей. Мы хотим, чтобы спорт просто присутствовал в их жизни. Как это мудро. Потому что это модно. Это мудро. Это мудро. Да. Зачем калечить ребенка? Для нас образование стоит на первом месте. Такое, причем занимает весь пьедестал почета. Но без здорового образа жизни, без активности в жизни образование никому не нужно будет. То есть здесь, как и в питании у любого человека, так и в жизни все должно быть сбалансировано. Так, вот у нас остается совсем немного времени, но я хочу просто все-таки как-то подытожить. Для поддержания хорошей формы, для здорового образа жизни, что вот олимпийский чемпион Алексей Гудин посоветует нашим зрителям? Мы буквально несколько мгновений назад говорили о том, что нужно и заниматься спортом, нужны активности, нужно, чтобы не только ваши определенные какие-то действия были сбалансированы, но, собственно, и питание. Поэтому я советую, если вы еще не начали следить за собой, если вы себя не разлюбили, то, пожалуйста, как-то постарайтесь вводить даже определенные рамки. Мы не говорим о том, чтобы урезать все, извиняюсь, и не жрать 24 часа в сутки. У меня был такой период в жизни, когда я старался похудеть для того, чтобы я был легче и мог прыгать. Друзья, это все влияет и на психику, и на организм в том числе. Не убивайте свой организм. Есть потрясающие компании, есть и Гербалайф, и есть Формула-1, протеиновый коктейль. Утренний, 2-3 минуты, коктейль готов, ты заряжен энергией. Вечером, вечерний коктейль. Но не забывайте, что при этом вы не можете лежать на диване и ждать, и ждать вечера, и с шейкером в руках. А то же физическая нагрузка. Выпить еще один коктейль. Нужно ходить больше, нужно... Заведите собаку, гуляйте с ней, общайтесь, любите. Но самое главное, чтобы вы двигались. Движение – это жизнь. Так, у нас есть, значит, вопрос про собаку, как раз. Я подумала, что сейчас кстати. Очень вовремя, в общем, да. Я знаю, что у вас две собаки, Йорк и Бигль. Почему вы выбрали именно эти породы собак, написала Таня. Таня. Это, случайно, не моя жена, она писала. Не знаю. Вообще, появление Йорка – это уже всем известная история. Я получал фотографии каких-то сумочек, туфелек на телефон, но подумал, что это ла-ла-ла. Купил Тане и подарил Йорка. Таня заплакала, но это не были слезы счастья. Она действительно хотела сумочку. Теперь у меня есть четкое понимание, что если на телефон приходит фотография какого-то аксессуара, значит, собственно, у Тани появилось желание сумочки или туфелек. Но Йорка мы обожаем всей семьей. Йорк появился еще до появления старшей дочери. Потом у меня был уговор с женой о том, что второй ребенок – вторая собака, потому что я собачник, я обожаю собак. Родилась Мишель, год второй, я говорю, пожалуйста, ну давай. Она говорит, ладно, делай, что хочешь. Но ты же понимаешь, что тебе гулять, тебе следить. Я говорю, да, вот появился Бигль. Но я хочу, если честно, еще больше собак и такую какую-нибудь большую, типа ретривера, лабрадора. Ой, как здорово. А вообще вот действительно, как распределяются обязанности? Жена никогда не гуляет с собаками, только вы? У нас нет распределения по обязанностям в доме. То есть и дядя Леша может и постирать, и приготовить, и убрать. И также Таня может, если у папы Леши нет дома, то сходить погулять с собаками и заняться, может, какими-то такими мужскими делами. Мы все делаем сообща, и чего желаю всем нашим зрителям и слушателям. Я вот, кстати, хотела спросить, а как дела у Татьяны? Она же после травмы сейчас восстанавливается. У Тани уже прошла четвертая операция на стопе, да. Сначала металлические какие-то вставки были. Там сложная история еще. Да, скручивали. Потом вот последняя операция была посвящена тому, что вынимали железную конструкцию. Все в порядке. Таня нереально сильный человек, внутренне сильный человек. Поэтому прошло недели, наверное, четыре после травмы, после того, как она сломала ногу прямо во время спектакля, и она уже была на льду. Так что Таня практически не пропустила ни одного показательного выступления. Слушай, передайте от нас ей большой привет и скорейшего выздоровления. Спасибо. И в ряды. Слушай, ну, к сожалению, время так быстро пролетело, так многое хочется еще обсудить. Алексей, пожалуйста, приходите к нам в гости еще. Мало того, вот вы же не с пустыми руками приходите, вы нас угощаете очень вкусными коктейлями. А вы знаете, я оставлю вам миксер и оставлю молочный коктейль. Валерия, это прекрасно. Алексей, большое спасибо. Сейчас пойдем допивать. Я допью. Друзья, олимпийский чемпион, посланник бренда «Гербалаев» Алексей Ягодин был с нами сегодня утром. Алексей, еще раз большое спасибо. Спасибо огромное. И приходите к нам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, пока. До встречи.